Всем привет! Сегодня я хочу показать свой заказик Фаберлик. Что я заказала на этот раз? Некоторые из вас задают мне вопрос, чем я крашу волосы. Вот, девочки, последнее время я стала красить волосы вот этой краской. Заказала сразу два, две красочки, ну, чтобы уже был запас. Это краска Ботаника 10.0. Липовый мед. Ну, чем мне нравится эта краска, сразу скажу. Во-первых, хорошо закрашивает седину. Во-вторых, цена мне очень устраивает, небольшая цена. И потом здесь в состав входит репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фитокератин. То есть, очень хороший такой состав. В общем, красочка, это я уже красила дважды волосы. И мне волосы нравятся, мне нравится цвет, все мне устраивает. Поэтому две штучки заказала. И вот, кому интересно, заказывайте тоже. Также для волос я заказала шампунь и бальзам. Питание и блеск. Шампунь. Ромашка и кедровое масло сюда входит. И вот такой тюбик бальзам. Также ромашка и кедровое масло тоже сюда входит. Это питание и блеск. В общем, серии Ботаника я уже пользуюсь. И шампунь брала, и бальзам брала. И это мне очень нравится. И я взяла повторно. Поэтому, можно сказать, протестировано. В общем-то, девочки, можете использовать это. Также натуральные, природные ингредиенты будут здесь присутствовать. Но, раз уж мы пошли по волосам, то еще вам скажу. Для волос я заказала вот такое вот масло. Спрей двухфазный, питательный. И это как раз после мытья волос. Вот тот, который у меня спрей был, он уже заканчивается. А я взяла попробовать вот этот вот новенький. У него такой носик для спрея подходит. И здесь видно, вот фаза идет, как масло и водичка. Его нужно будет сболтать перед использованием. Вот такой мелкий такой спрейчик идет. Приятный-приятный запах. В общем, я думаю, мне понравится. Девочки, заказала я шапочку. Вот такой вот приятный цвет, лавандовый. Сейчас я ее хочу открыть. Вы знаете, на ощупь она кажется, что она как будто шерстяная. Хотя на самом деле здесь идет акрил. Здесь в составе 80% акрил, 17% нейлон и 3% эластан. То есть эта шапка синтетическая, хотя кажется, что она как шерстяная. Она тоненькая, я взяла ее как раз вот на осень. Хотя у меня зимой капюшон, можно будет ее одеть. Хочу попробовать. Но мне понравился вот этот вот цвет. Я выбрала этот цвет. И в общем-то я не знаю, выбирала я размер. Как померила свою голову, выбрала. И мне кажется, этот размер тоже должен мне, в общем-то, подходить. Ну вот такая шапочка симпатичная. Шапки там есть разных размеров и разных цветов. Еще я выбрала вот такой вот восстанавливающий активный спрей для лица. Он увлажняет кожу, питает кожу, тонизирует. Сейчас мы его попробуем. И вот на лицо можно на макияж, можно под макияж. Можно даже тогда, когда мы собираемся какие-то делать чистку там или что-то, нужно увлажнить лицо. Вот этим спреем можно увлажнять. Вот приятный такой запах. И вот можно даже на макияж раз и увлажнить. Это активный кислород. А для тела, я для увлажнения тела, я взяла витаминный мист для тела. Его можно использовать и летом, когда жарко, увлажнить кожу. Можно зимой тоже сушиться кожа у нас хорошо. После купания тоже раз-раз побрызгали. И можно будет не использовать уже какие-то там крема для тела. А вот этим мистом можно будет витаминным попользоваться. Вместе с этим мистом, это вот у нас идет киви и авокадо. Также вот я взяла как бы для комплекта, тем более вот вместе они дешевле стоят получается. Вот и такой скраб. Скраб это тоже идет киви и авокадо. Вообще таким скрабом я пользовалась, только у меня там было киви папайя, по-моему. Если я не ошибаюсь, он у меня уже закончился. Хочу вам сказать, скраб очень хороший. И когда его наносишь просто на влажное тело, уже можно не использовать никакие гели для душа. Потому что он и распенивается хорошо, и скрабирует хорошо. Хорошо, в общем, моет. Мне понравилось, поэтому заказала я повторно. Еще заказала влажные салфетки для снятия макияжа. Это с мицеллярной водой, кислородное дыхание. 15 штук, не содержит спирта. В общем, иногда бывает нужны прям вот салфеточки, это удобно. Ну и я их заказала, потому что давно хотела заказать. Еще заказала вот такие вот масочки. Ну это не тканевые маски, просто для нанесения. Ну я их заказала, вот они сейчас по акции идут, дешево стоят. Поэтому я заказала вот их 4 штучки. То есть там 2 идут по цене одной. Вот такие вот разные масочки я заказала. Дальше я еще заказала вот такой вот спонжик. Сейчас я его открою, посмотрим на него. Вот такой вот спонжик. Его удобно взять вот так между пальцев. И когда вот мы делаем лицо пенкой, например, или молочком для снятия макияжа, удобно вот помассировать немножечко лицо, чтобы оно лучше, в общем-то, отмылось. Я такой спонжик хотела. Я думаю, что это будет очень удобно. Вот удобненький такой вот спонжик. Дальше я заказала бальзам для губ. Такой бальзам у меня уже был. Он у меня уже закончился, поэтому я заказала повторно. А еще я заказала вот такую вот губную помаду. Очень интересную. Матовая губная помада Первая Леди. Артикул этой помады 44048. В общем, сейчас откроем, да посмотрим. Я просто не могу сказать какой-то номер, но вот артикул я вам сказала и все. Ой, какая прелестная губная помада. Ну да, вот этот артикул, он здесь на торце как раз и написан. Здесь есть зеркальце прямо на упаковке. И вот она вот так вот нажимаешь кнопочку, и губная помада выходит. Интересно сделали. Ну, я выбрала такой тон, нейтральный. Я сейчас хочу попробовать на руке. Вот. Ну, в общем, такой я нежный цвет, специально для себя выбрала такой нежный цвет. Мне очень интересно, будет попользоваться такой губной помадой. И вот так вот она раз и зашла. Удобная и очень интересная все-таки коробочка, при том, что зеркальце. Вот, можно не таскать с собой зеркало, губы накрасить, очень прекрасно видно свои губы, зеркал. Такая губная помада, там других тонов есть, поэтому можете выбрать. Еще раз скажу, матовая губная помада, первая леди называется. Ну и ладно, в общем-то, решила я попробовать эту губную помаду. Потому что мне, если честно, я самой не терпится посмотреть, как она выглядит. Я контур сейчас не буду рисовать. В общем, такой приятный цвет. Мне нравится, кстати, такой цвет. Но я думаю, с контуром он будет выглядеть получше, даже чем сейчас. Я думаю, мне такой цвет идет. Да, мои хорошие? Я думаю, себе угодила я в выборе оттенка. Еще я на этот раз взяла жидкий концентрированный стиральный порошок для цветных тканей. Мы уже брали, вот белый я брала, для темных тканей дочка брала. Вот мне попался сейчас для цветных тканей. Цветных тканей у нас или смешанных, скажем, цветов больше. Поэтому непременно вот я решила взять. Мне очень нравятся жидкие моющие средства тем, что это, во-первых, можно, если вручную, даже в прохладной воде что-то постирать. Вот порошок не всегда он быстро растворяется. Если мы стираем на режиме стирки 30 градусов, порошок тоже не до конца может там раствориться. Вот тогда использую для холодной воды или ручная стирка небольшое количество белья жидкие, как раз вот жидкое моющее средство. Это то, что нужно. И при том, что я хочу сказать, что вот эти все моющие средства Фаберлик жидкие, здесь написано 0+, то есть они подходят для стирки детских вещей, для детского белья тоже. Еще я заказала, опять-таки, такую вот кислородную масочку. Эту масочку я тестировала уже, кажется, в прошлый раз. Это тканевая маска. Мы ее, когда одеваем, если кто не видел это видео, и прям пена начинает появляться на лице, и прям что-то такое шипит, пенится. В общем, очень приятная маска. Она мне так понравилась, и я поэтому взяла ее повторно. А еще я взяла для внучечки своей гигиеническую губную помаду, бальзам для губ, и вот такие вот наклеечки детские на ногти. Она иногда меня просит, чтобы ногти разрешила накрасить, но я не разрешаю, а вот эти наклеечки будут интересны ей. И потом сейчас приближается зима, губы сохнут, дети губы не красят, в отличие от женщин-зрослых, поэтому такая вот гигиеническая губная помада. Вот такая вот интересненькая. Это помада со вкусом апельсина, а еще есть помада, по-моему, со вкусом клубники детская. Ну, это бесцветная такая губная помада. Вот она вот такая. И можно будет ее носить с собой, положить в кармашек, и все. Так что это я подарю Настюшке. А еще скоро день рождения у моей племянницы, и я ей тоже заказала вот такой вот набор вербена. Это дневной крем, ночной крем, крем для рук и крем для век. Это набор идет 30+. Ей как раз вот уже 34 исполнится. И вот такой подарочек я ей уже приготовила. Ну и получила я новый каталог. Как же без него? В каталоге я люблю иногда его полистать и повыбирать что-нибудь в каталоге, именно в бумажном варианте, потому что в электронном мне не очень интересно. На этом я свое видео хочу закончить. Я все вам показала. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok